Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Динамо Киев Геннадий Литовченко Номер 8 Динамо Киев Иван Юренчук номер 9 Динамо Киев Олег Протасов номер 10 Динамо Киев Извините за некоторое однообразие Но как говорится Слов из песни не выкинешь 10 киевлян сегодня 11 Валерий Шмаров Спартак Москва Вот такой сегодня состав у нашей сборной Валерий Лобановский главный тренер нашей команды Начальник команды Никита Симонянов Его помощники Юрий Морозов и Сергей Мосягин Сборная команда Израиля В синей форме Ворота справа Есть некоторые шумные стадионы Соли 50 тысяч Я объясню чуть позже Чем недовольны зрители Довольно любопытная ситуация Итак Сборная команда Израиля Вратар Шмоль Геларди Клуб Апоэль Рамадган Второй номер Игуда Амар Тоже клуб Апоэль Рамадган Третий номер Эфраим Давиди Апоэль Бирсева Четвертый номер Рой Хадад Клуб Бне Игуда Тот самый клуб Который сейчас близок Чемпионскому званию Он лидирует Пятый номер Нисим Барда Шемшон Телевиз клуб Шестой номер Этон Ахроний Апоэль Кварсаба Ури Мормелян Ветеран команды Маккаби Телевиз Восьмой номер Простите Восьмой номер Седьмой номер Кэфитан команды Моша Синай Лучший игрок Нынешнего года Мне Игуда Тальбанин Маккаби Хайфа Девятый номер Десятый номер Нин Нирклингер Маккаби Хайфа И Один номер Ни Левин Он играет В бельгийском клубе Ген Два тренера У сборной команды Израиля Так и говорят Два тренера Нет главного Оба главные Исаак Шнеур И Яков Грундман Ну а теперь Несколько слов По поводу того Шума Который на стадионе И который уже длится Минут 10 Или 15 Дело в том Что В составе команды Сегодня не вышли На поле Три лучших Футболиста Сборной Израиля Выступающих За рубежом Розенталь Он в Ливерпуле Играет Ахана Выступает Мы хорошо знаем Видели его И у нас в стране Он выступает В бельгийском Михелени И еще один Бельгий Который играет За клуб Стандарт Леш Шалом Пиква Вот они В составе И не вышли Дело в том Что каждый Из этих игроков Меняет Зарубежные клубы И пока Вот они Находятся Как говорится Без страховки Старые клубы Их не страхуют А ново Они еще не перешли И они потребовали От Израильской Федерации Старховки Каждые примерно Полтора миллиона долларов Федерация отказала Они отказались Выйти на поле И здесь их Перед началом игры Забросали Помидорами Яблоками В общем Резко отрицательное Отношение К этим игрокам Ну Показали себя Они не патриотами Ну Как говорится Публике Это не объяснишь Что Они в общем-то Стараются поберечь Свои ноги Ну а теперь Все внимание На матч Великолепное поле Великолепное поле Отличный Газон Ну и То что в составе Нашей команды Столько игроков Киевского Динамо Это не случайно Ну во-первых Киевляне сейчас Очень в хорошей форме Многие Ну и не удалось Нашим тренерам Всех собрать Не смогли приехать Пока еще Ни Заваров Ни Олейников Ни Досаев Ну и Бойли Молодые товарищи Выступали сейчас В матчах Чемпионата страны И подъедут На матчи Которые будут В ПРГ Через несколько дней И Лужный И Шалимов И Савичев И Уваров В общем Проходит проверка игроков Проходит обкатка игроков Пока игра началась Походит 23-25 градусов Сейчас примерно В Тель-Авиве Я вам не назвал Арбитра Судьи Из Бельгии Франк Ван Ден Вингер Эрик Вляро И Вилли Воз Вся бригада Из Бельгии Итак 0-0 Матчи Товарищеская матча Сборных команд Советского Союза И Израиля Литовченко Сегодня два футболиста Которые проводят Не дебютируют А проводят Вторые матчи В своей истории В истории сборных Команд Советского Союза Сборной команды Левый защитник Шматоваленко Он один матч провел Со сборной ВРГ И Валерий Шмаров Он играл со сборной Польши Так сборная команда СССР атакует Протасов Делает передачу Стратую площадку Ну и еще Надо сказать Не играет Очень хороший Вратарь Сборной Израиля Гинзбург Простите Демьяненко Отличная передача Шмаров падает Вратарь Бонни Гинзбург Он из клуба Глаз Горейнджет Он просто Травмирован Так что В составе команды Израиль Есть игроки Которые играют Из Европы Я вот их назвал К сожалению Вот не вышли Лучшие из них Кузнецов Цвеева провел Несколько матчей Ну и сегодня Конечно волнует Тренеров наших Как Цвеева будет Вот Взаимодействовать И с Кузнецовым И Надо сказать Что команда Израиля Израиля Едва не попала В финальную часть Чемпионата мира Победив В группе стран Океане Играла два матча Всяковых С командой Колумбии 0-1 Проиграла В Колумбии И 0-0 Вот здесь На этом стадионе В Тель-Авиве Десятый номер Это Нир Клингер 24 года Он 32-й матч проводит Вообще В команде Несколько ветеранов Вот один из них Ури Мальмелян 33 года Он из Макаби Давно он не играл В составе сборной Но вот На игры С командами Советского Союза И Аргентины Это играть Это 22-го Его пригласили Он провел 59-й сегодня матч И 60-й И потом Как это его Красиво проводить Из большого Футбола 4 минуты Позади Пока 0-0 Ну вы видите Наша команда Старается играть Широко Это Иван Еремчук Он Правый полузащитник Василий Рад Лево Так что Опробуются Различные Модели Игры Задача такая Физическая подготовка Игроков Обязательно Потому что В Италии Будет очень жарко Вот Жарче чем здесь Конечно И много будет Зависит того Смогут ли Выдержать Все наши Заявленные Футболисты Вот Жару Которую Которую Предстоит Тоже Преодолевать Девятый номер Стар Банин Молодой Девятый номер Запомните 19 летом Он Сегодня первый матч Проводит Наряду с опытами Вот есть И два Молодых игрока Это Защитник Троих Адач Четвертый номер Вот Данин Девятый Наши по-моему Быстро Освоили Здесь И неплохо Комбинируют Очередная Атака Ну Отдадим Должное И вратарю Вратарю Геларди И нашему Валерию Шмару Смело Пошел На высокий Мяч И боролся С вратарем Постаривать Руками Отбивал Давайте Еще раз Посмотрим Хорошую Атаку Которая Началась На левом Фланге Шматовал Сдел Передачу И вот Врата Немножко страховался Шмаров Вытянув в руку Ну Чтобы не столкнулся С вратарем Валерий Шмаров Второй матч Сборной команды Советского Союза Я спросил Как ты себя чувствуешь Он говорит Один матч я играл За сборную Польши В прошлом сезоне Кстати Этот матч мы не транслировали Санс играл неудачный Хочется сегодня Показать себя С лучшей стороны И попасть в сборную Но нет сегодня Еще и Черенкова С Родионовым Спотаковские Руководители Попросили Оставить их команде А команда поехала На товарищеские матчи В Южную Корею Но их тренеров претензий нет Мы знаем Как играют Сказал Лобановский Морозов Мы знаем Как играют Черенков И Родионов Поэтому Их проверять не нужно А это Еремчук Поле широкое Зеленое Хорошее Ровное Играть одно удовольствие В обороне У сборной Израиля Шестой номер Охронии Действует справа А Слева второй номер Амарный У нас В общем-то Уже разобрались Анатолий Демьяненко На месте правого Защитника А Сергей Шматоваленко Второй номер Вот здесь Смело пошел Вперед наш вратарь Чанов Заслужил аплодисменты Стретителей Из-под ноги Протасова Мяч выбил Рой Хадат Тот самый Дебютант О котором я говорил Ихаличенко Неточный пас И здесь Только футболисты В белой форме Еремчук Поле Максимальных Размеров И Команды Которые Хорошо подготовлены Физически Которые Футболисты Которые Могут Быстро Бегать Компинировать Одно Удовольствие Здесь играть Удар Кузнецова Издалека И аплодисменты Зрителей Вот даже Здесь Это что Находят Операторы Техники Кабина На самом верху Они аплодируют В 1956 году Когда наша команда Играла Отборочный матч Играл Никит Павел Симонян И в московском матче Он забил Два мяча Ну а Один из тренеров Исаак Шнеур Был капитаном Сборной Израиля Вот Опять же В 1956 году Протас Шмаров Просит передачи Еленчук Получает И вы слышите Аплодисменты Ну уже такое впечатление Что Наша команда Играет Как у себя Дома Здесь очень Поддерживают Зрители Футболисты Вообще Внимание К нашей команде Громадное В газетах По телевидению По радио Характерические Игрокам Все здесь хорошо знают Наших игроков На тренировку Вчера пришло Очень много Людей Перед началом Игры Был такое Торжественное Мероприятие Здесь Песни Переворучали Кубки И президент Государства Израиль Хаим Герцог Приветствовал Игроков Обеих Команд Пожаловал В руки Пожелал Успеха Но пока Мы видим Как осторожно Как робко Действуют Действуют Нападающие Сборной команды Израиля И вы знаете Вот до сих пор До сих пор Не успокаиваются Зрители на трибунах И Несмотря на эти Объяснения Почему Розенталь Ахан И они Ничего Зрители не принимают И они Вынуждены Если бы эти игроки Были вынуждены Покинуть стадион Под свист Публики А простите Атакует Сборная команда Израиля Седьмой номер Это лучший Игрок команды Моши Синай 29 лет 46 Матчей он провел Играет В ней Ихуда Ихуда Вот тот Самый Команды Которая Совсем Уже Без пяти минут Чемпион Четыре очка Она Впереди Команды Внимающие Второе место И Правда За победу Те три очка Осталось Два тура До конца Два тура До конца Чемпионата Израиля Здесь В израильских Командах Играют Наши Барана И положение Вне игры И Аджоев Аджоева Я сегодня Видел И он Приходил К ребятам И в общем Игру Их Довольны Здесь Тут положение Вне игры Вратарь Геларди То Какое Внимание Здесь Уделяется Футболу И вообще Нашей стороне Вот здесь Такой факт Здесь Многие В Израиле Имеют Спутниковые Антенны И вот Те десятки Тысяч Людей Которые Не попали На футбол Они вот Говорят Встречаясь Наши футболисты Они будут смотреть Нашу первую программу Потому что Израильские телевидения Трансферы И только выжимки В конце программы Сегодня Тридцать минут Те кто Имеет возможность Смотреть Нашу первую программу Вот они С нетерпением Будут ждать Трансляции Которая идет Отсюда С Тель-Абива В Москву И потом Возвращаться Будет сюда В Израиль Страфной удар Игры на 12 минут 0-0 В матче сборных Израиля Советского Союза Сергей Шамотоваленко Готовится Выполнить Страфной удар Лево Выбит Выбит Мяч Десятый номер Это Мир Клингер Так что Активен Очень активен Сегодня Шмаров И старается Показать себя И старается найти Общий язык С киевлянами Михаличенко Сборная команда Израиля Устраивает Своебразный Экзамен Что ли Простите Атака сборной СССР Нет Мяч в ворота Не попадает Ну А может быть Сдает Экзамен Вернее Сдает Опять был Бил Шмаров Поочередно Командам Которые будут В Италии Играть В одной группе Сначала С командой Румынии Сыграли Сайфи Несколько дней Назад 4-1 Тогда Сборной Румынии Выиграл Теперь С нашей Командой И потом С командой Аргентины Уголовый удар Динамики Уголов поля Мешают Рад Выполняет Пока Особой работы Ватаря Шмойля Геларди Нет И сказать Что он Очень уступает Бонни Гьюзбургу Пока трудно Мы еще Увидели Как следует В деле Ну и Учанова Немного Работа Кузнецов Протас Отошел За свою Половину Поля Вейва Кузнецов Литовченко Длинный пас Выходит Один на один Нет Мешает ему Раз Хорошая передача И опять Отлично играет Вратарь В ногах У Шмарова Вы обратили внимание Шмарова Все время Сейчас впереди Играет Вот рядом С центральными Защитниками Убегает За спиной Протасов Немножко сзади Ну и еще раз Посмотрим Атака была Хорошей И Шмарова Своевременно Вышел И подправлял Мяч Воротом В ногах У него Поймал Мяч Вратарь Шмой Геларди Сегодня В резерве У нашей команды Вратарь Дмитрий Харин Сергей Фокин Андрей Жагмантович И Вагис И Диатолин 15 человек 15 футболистов Приехало сюда На матч Должен был Еще бы 16 Игорь Добровольский Но он не совсем Хорошо чувствует себя И тренеры Дали ему возможность Готовиться По специальной программе По этой же Программе Готовится И Владимир Бессонов Ну и В конце мая Когда наша Сборная Сборная На последний Сбор Выяснится В каком состоянии Находятся Эти игроки Сумерен ли Подготовиться В середину Программе И попадут ли они В состав Сборной СССР Который Поедет В чемпионат Мира По-моему Первый Или второй Удар В сторону На ворот Сборной СССР Урии Мальмивян Бил Соротом Мяч Пролетел Рядом Со штангой 16 минуты Первого Тайма 0-0 Кузнецов Шматоваленко Опять На левом фланге Начинает Комбинацию Нет Положидивней игры Сейчас нет Но Шмарова Отвлекает Раз-двое Пас Назад Рацию Раз Еще дальше Опять Это Делал передачу Шмара К Протасову Не попал Пока Главный Герой Что ли Вот этих Первых 16 минут Вратарь Сборной Команды Израиля Геларди Мы его чаще Других Видим на экране И У него Большинство Работы Михаличенко Мне Еще Хотелось Сказать Несколько Слов Об одном Футболисте Который К сожалению Не выступает В сборной К сожалению Видимо И не поедет В Италию Это Павел Диковенко Наверное Павел Сейчас смотрит Матч по телевидению И хочет Сказать Вот Хорошие Слова Он был В отличной Форме По мнению тренеров По мнению игроков В этом сезоне Пожалуй Лучший был Игроков Киевского Динамо Простите Выход 1-1 Мяч Катится Ворота И Закатывается Нет Мне показалось Что закатился А арбитр Показывает Что Нет Улыбается Олег Протасов Но если будет Повтор Мы увидим Насколько Пересек Мяч Линию Ворот Я с этой точки Мы не увидим Напомню Что Мяч Считается В воротах Когда он Целиком Пересекает Линер Где-то Отсюда Не видно Но вот Еще два слова Павля Яковенко Был в отличной Форме Но вот Получил Травму Тяжелую травму Нужная В операции Видимо Может быть И нет Но в матче СССР Но я хочу Скать Что и тренеры И игроки Верят В него И говорят Что Павел Не падал Духом Жизнь Не кончается Если потребуется Операция То Поштут И за рубеж Может быть Его Для лечения Ну а потом После чемпионата мира Начнется Тут же Почти Матч чемпионата Европы И хотелось бы Чтобы Павел Яковенко Вновь был В сборной команде Советского Союза И Я И болельщики И самые главные Игроки И тренеры Был Это Высохновение И та камера Которая Показывает Эпизод Из-за ворот К сожалению Не дает возможности Нам Посмотреть Где же линия Потому что Вот здесь Рекламные щиты Они загородили Мяч Не вышел За пределы поля Вот вторая атака Сборы команды Израиль И гол Бог мой Какой гол Если не ошибаюсь Забил дебютант Команды Сталь Банин 19-летний Ничего не было Первая же настоящая Атака Ну давайте посмотрим Итак Передача Здесь немножко Неудачно сыграли Наши защитники Они дали возможность Банину ударить Метров с 12 С 13 Но и вратарь Наш Очень спокоен Виктор Чанов Просто он не мог Представить Что Вот такой удар Головой Не очень сильный Но В девятку Нет Давайте еще раз Посмотрим Мне подсказывают Что забил Ветеран команды Ури Мальмельян Восьмой номер Да 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 Вот он Вот Диаметров 13 Он забил Мяч А рядом был Банин Вот тот самый Мальмельян Которого я сегодня Называл Которому 33 года Игрок Маккаби Случилось это На 18 минуте Банин сделал передачу Вот мы сейчас Выяснили Банин передачу А Мальмельян Забил гол И так 1-0 В пользу сборной команды Израиля Пока сборная команда Советского Союза В общем-то Играла так Как бы сказать Весело С таким Чувством Превосходства Мне казалось Там где можно было Не забивали Вот И Может быть Не полностью Выкладывались В завершающих Пазах Атаки Так 1-0 Приходится Проигрывать Но Посмотрите Как будут развиваться События дальше Ну то что Сборная Израиля Умеет футбол Я уже вам говорил Есть тот факт Что в упорнейшей борьбе Сборная команды Израиля Уступила Команде Колумбии Причем Как мне рассказывали Местные журналисты Вот тот самый Розенталь Который играет Сейчас в Ливерпуле И который сегодня Отказался выступать Он имел Здесь 4 выхода 1 на 1 И Не забил Мячи Которые он регулярно Забивает Выступая за Ливерпуль Вы наверное Устихнетесь Какой там еще Ливерпуль Да За Ливерпуль В 8 последних матчах Чемпионата Англии Розенталь забил 7 мячей И напомню Что Ливерпуль Стал чемпионом Англии Так вот Полные преимущества Было сболами Израилем Команда Колумбии Но Мяча забить Не смогли А это вот По ним Малвелян И я скажу Что команда Израиля Вот к исходу 20-й минуте Очень хорошо Освоилась у себя На поле Изначале Рабели Как-то Жались К воротам А теперь Уже смотрите Комбинируют И идут Вперед И я думаю Что Этот Гол В какой-то степени Сюрприз И для нас С вами И для многих Поклонников Местной Команды Публики Потому что Здесь Предсказывают Что сборная СССР Выиграет Здесь С преимуществом В 2-3 Веча Посмотрим Как будут дальше Развиваться события 22 минуты Позади Сборная Израиля Выигрывает У советской команды 1-0 Это второй мяч В истории Встреча этих команд Первый был Забит В 2006 году Когда наша команда Выиграла 2-1 Сильный удар Сильный И очень неточный Отсюда из Израиля Лужный Соленко Шалимов Уваров Татарчук Приедут сюда Ну и находящиеся там Лютый Горлукович И Бородюк Тоже будут играть Кстати Лютый и Бородюк Будут наверное Выступать За свои клубы Ну а Заваров Олейников И Досаев Уже Один Приедут На сбор Прямо в Москву И там будут Видимо Готовиться Чемпионатом Мира Пассажат Играю Пошел вперед Симьяненко Спокойно Защитники Отбивают мяч Потому что Рядом Соперников Близко не было Второй номер Это Амар Левый защитник Амар А этот Мой Милян Длинная Передача Стадион Мещает 50 тысяч И Он заполнен Для свободных Нет Толчок Со стороны Протасова Ну как говорят Местные жители Рекорд посещаемости Здесь был установлен Вот в том Памятном матче 56-го года В июле Когда здесь было 70 тысяч Как-то сюда поместилось Нито не знает Но в общем-то И кстати Симоньян И другие ветераны Помнят Что здесь был Очень много Людей Ну Честно Вы видите Где-то там есть На ступеньках Места свободные Одна громадная Трибуна Где находятся Трезерные камеры И наша Терминаторская кабина А остальные Три Они поменьше И Не столь Впечатляющая Эта трибуна А вот Большая трибуна Красивые Разноцветные кресла И зрители Удобно Пошли вперед Наши шмаровны Нет Пас Не точный И не сильный Страхный удар 25 минут Игры позади Сборная Израиля Выигрывает Сборную Советского Союза Со счетом 1-0 Вейба Еще раз вспоминаю Как был забит мяч Он Левого фланга Перелесел Через Кузнецова А там почему-то Стоял один Израильский Футболист Которому никто Не мешал Ни Цвейба Не успел Подстраховать Ни Слева Шмотоваленко Сместиться В эту опасную зону И Вряд ли кто из них Наверное предполагал Что так здорово Может ударить Головой Малимелян Не точный пас И Летошника не достал Ночью головой Некоторые затишья И Я думаю Что нашим игрокам Пора уже Включать Более высокие Скорости И Стараться Инициативу Брать на себя Ведь Все-таки Восточных Этих команд Безусловно Авторитет нашей сборной Много выше Михаличенко Еленчук Сейчас может быть Удавит Отлично Ну вот Как говорится Под руку Геннадий Литовшенко Своим коронным Низовым ударом 27-я минута 1-1 В матче сборной команд Израиля Советского поезда Согласитесь Этот гол Не хуже Чем Тот Который Забили Хозяева Поля И разыграно Было хорошо И Давайте еще раз Посмотрим Сколько до ворот Было Метров Метров 20 Наверное И вратарь Был прикрыт Игроками И своими И Наши тут Немножко Ассистировали Что ли Стараясь Вот Закрыть Поле зрения Вратарю 1-1 Из-за боковой Фельдболисты сборной Израиля Будут Брасывать мяч Можно и головой А вот Попытка Попытка Повторить Удар Геннадия Литовченко Мне кажется Я уже обращаю внимание Не в первый раз На это далеко Может быть Потому что Широкое поле Наши защитники Друг от друга держатся Центральный От крайних Вот сейчас вы видели Кузнецов вел борьбу А рядом никого не было Это Литовченко Напоминает Что он забил мяч Ну вот снова Геннадий Смечен Длинная передача Шимаров С двумя защитниками Борется Метрофиг Протасову Еще один Удар Метрофиг Вообще В той ситуации Которые складываются На поле Дальние удары Чрезвычайно опасны Многие игроков Штрафной площадки Израильтяне Отстягиваются Назад И закрывают В поле видимости Что ли Вратарю Поэтому Дальние удары Опасны И поэтому И потому что Штрафную площадку Они Наших футболистов Не очень Спускают Не совсем они По футбольному Гостеприимны Что ли Демьяненко Кузнецов Хороший пас Шмаров Нет Не удалось Логик ничем Шестой номер Это Охрани Правой защиты Пас опасный Чуть-чуть Посильнее И вот Мальдеганов Уже Получит У линии Штрафной площадки В общем Еще раз Обращаю внимание Что поле Длинное И широкое И предполагает Хорошую Комбинационную Игру Включение Скоростей Использование Флангов Атаки Большими силами Возможно Положение Вне игры Нет Выход Один на один Опять Защитники Сыграли Неудачно И вновь Гол Ну что ж такое Ну вот Счет Я не знаю Как она Закончится Эта игра Но она Очень уже Получительно В эти Первые Полчаса Небрежность Защитников Безусловно Просто Я бы сказал Тактическая Безграмотость Неумение Вот Играть На таком Широком Поле Близко Друг от Друга Смещаться Сейчас Крайне Неудачно Выполняли Сусственные Положения Вне игры Кто-то Задержался В центре И все И все В одну Линию Ну и отдадим Должный Футболистам Израиля Два Момента Два Забитых Меча Такое Бывает Крайне Редко В играх Вот с таким Сильным Соперником 2-1 И Опять же Я говорил Об усилении Атакующей Игры Теперь Надо Говорить Не только Об этом Но и О том Чтобы В обороне Был Наведен Порядок Вот Свеева Пошел Средоопасно Играл Вот Это уже Нервишки Нервишки Литовченко Тут Свеева 2-1 В пользу Сборной Израиля Вот Вы Наверное Обратили Внимание Уважаемые Любители Футбола Как Сейчас Проходят Товарищи Встречи Сборная Бразилии Играет Ничью С командой ГДР 3-3 Сборная Аргентины Ничья Ничья Так Что Может Ничего Страшного В этом И Нет Команды Ведут Подготовку Таким Образом Чтобы Пик Формы Был Не сейчас А К началу Изер Поэтому И Составы Нигде Оптимальные Поэтому Может быть Не все Покажется Кстати О том Как Изучают Друг друга Соперники Я Разговаривал С Валерием Бановским Перед началом Игры Он говорит Мы смотрим За командой Румынии Каждую игру 5 новых Футболистов Ну и Румынские Тренеры Приехали Сюда И Аргентинские Сегодня Приехали Сюда Ну Приехали Представители Итальянских Клубов Различных Игроков Посмотреть Один из Тренеров Клуба Глазго Рейнджер Соуна Здесь Также Он тоже Подсматривает Приехали Представители Журналисты Различных Агент Около 20 человек Из Европы Из европейских Ведущих Спортивных Изданий Здесь В обществе Вот и за командами И друг за другом Тренеры Игроки Наблюдают Ну и конечно Отдельными Футболистами Футболисты Стамбдории Представители Стамбдории Так и говорят Мы приехали Смотреть Как играет Михаил Яченко Пока не очень Заметен Уже 35 Минута К сожалению Наша сборная Команда В Сель-Авиве В стадионе Арамат Ган Проигрывает 1-2 Сборных Израиля Еремчук Протас Уброски Ну вот пока Пас В сторону Назад Шмотоваленко Неудачник Сыграл Ну вот и Защитники Сборной Команды Израиля Поочередно Совершили Две ошибки Третья Ну что За ошибки Надо наказывать Нет Не удалось Пока Воспользоваться Этими Оплошностями Ведь это Номер Нерклингер Ну что Совсем Неплохо Играют Сборные Израиля И подбадриванные Зрителями Идет в атаку Банин Левый Защитник Амар Измономер Капитан команды Моши Синай Ему был вречен Приз лучшего Футболиста Года И дальний удар Хорош Ну смотрите Аплодисменты Заслужены Вот у нас Возможность Приблизиться К страшной площадке Соперника Атака Левым флангом И так Можно ударить Поворотом Передача Мяч Не долетел Дашмарова Одинский номер Нир Левин Он выиграл Борьбу Сейчас Верховой мяч Ну я думаю Что Этих футболистов Которых я называл И Левина И Ахан И Розенталь Приглашают Европейские клубы Это Свети Что Свети Хорошего Класса Плохих Игроков Профессиональные Клубы Не пригласят Итак 37 минут Игры позади Напомню Тем кто Не видел Игру С самого начала 2-1 В пользу Сборной Израилю На 18 минуте Маймелян 1-0 В дворе Сборной Израиля 27-я Литовченко 1-1 31-я Нирин 2-1 И удар Отворот Мэр Деларди Выполняет Свет Защитник Защитник Один из самых Опытных В команде Нинькин Борда 5-й Номеру 34 года Миховиченко Еленчук Литовченко Хорошая комбинация И почему же Она не завершилась Литовченко Не пошел Трудно сказать Но могла Она завершиться Хорошим Хорошим выходом Литовченко Страстной площадкой И ударом Итак Страстный удар Страстный удар Страстный удар Судя из Бельгии Наслуживает встречу И боковые Судя на линиях Вернитак Тоже из Бельгии Несколько суетливо Сейчас наши действия Чужой страстной площадки Согласитесь Предупредил Банина Арбитар Еще на длинные передачи Вратарь Присеял ориентировку Мог и не падать Не тянуться За мячом К сожалению Наших Не оказалось Там Чтобы воспользоваться И этой ослостностью Вратаря Пять с половиной минут До перерыва Доводим В пользу Сборной команды Израиля Посмотрим Как будут Разворачиваться события Во втором тайме Ну собственно Еще и в первом Есть время Для того Чтобы отыграться И Выиграть Значит То что Вот не играют Ведущие Какой-то Звезды Сборной Израиля Может быть Не ослабило Извините за такое Вот Продоктальное Предположение А усилило Команду Потому что Вышли молодые Мене именитые И они С большим Накалом С большим Желанием Ведут борьбу Не заботясь Не столько Думая О сбережении Ног О страховках Больших Столь Более знаменитые Партнеры Более знаменитые Михаличенко Шумаров 2-2 За 5 минут До конца Первого тайма Комбинация была Прекрасной Изящной Тонкой Давайте еще раз посмотрим Демьяненко Начали Шумаров Пропустил Мяч Протасов Тоже Пропустил Мне кажется Мог сразу Пусть и мне ударить Михаличенко Но Уж Как говорится И довел Комбинацию В том же Стиле Ажурная Комбинация Была Запишем Думал Что этот мяч Не последний Сегодняшний матч 2-2 Михаличенко И совсем немного Осталось играть Командом В первом тайме После этого Табло Неожиданно Погасло Скинули все Минуты Секунды И счет Нет счет Восстановили Восстановили Минута 42 Идет Мальмеган Вот опытный Мальмеган И молодой Альбанин Они Активно Взаимодействуют И хорошо Взаимодействуют В первом тайме И Заметны Еще одна Атака Сборная СССР Банин Не точный пах И здесь Длинная Передача Шмаров Идет Прямо На защитника Мяч Остается У Шмарова И хотел сказать Еще одной Передачи Нет Этой-то Передачи И Не последовало Срезался Мяч У Варерия С ноги И так Напоминаю Мячи сегодня Забивали Малмеган Или Винсбор Израиля Литовченко И Михаличенко У сборной СССР Первый тайм Покрыть Концы Я просто Напоминаю И теперь Забоковой Будут Водить Мяч Футболисты Израиля Это Амар Амар Шесть раз И тем не менее Два раза Пришлось Вынуть Мяч Из сетки Для Вратаря Крайне Неприятны Такие игры Когда Мало Приходится Вступать В игру В игру Раз Опять Длинный Передачный Противоположный Фланг Михаличенко Литовченко А Михаличенко Пошел Отдыхать И даже Не пожелал Бежать За мячом Через Несколько Секунд Завершится Первый тайм Который Согласитесь Прошел В такой Любопытной Борьбе Видели Мы комбинации И удары Поворотом И красивые Голы И к сожалению Оплошности Поучительные Так сказать Оплошности Что ли Главным образом Наших Защитников В обороне У нас Не все В порядке Но напомню Что у нас Еще есть И Бокин И Магомонтович И Театурин Нет Не то что они Сегодня В запасе Это само собой Просто я говорю Что есть Игроки С кем можно Укреплять Оборону На табло 45 минут Закончилось И у судьи На секундомере Тоже Итак Первый тайм матч Сборных команд Израиле Советского Союза Завершился Ничья 2-2 Перерыв Со стадиона Рама Ган Где проходит Товарищская Безнародная встреча По футболу Между сборными Командами Израиля Советского Союза Сейчас начнется Вторая степень Первая Проходившая Удивила Поклонников Футбола Ну и в какой-то степени Доставила Удовольствие Голы Всегда Приятно Смотреть Тем более Были забиты Они Красиво И напомню Что Первый Гол Забил Ветеран Сборной Израиля Мальмелян Потом Лицовченко Отсограл Мяч 1-1 Левин 2-1 И Михаличенко 2-2 Игра проходила Вначале С преимуществом Советской командой Потом Несколько Выровнялась Ну В общем-то Если говорить О территориальном Преимущественном Было У нашей команды И Наши могли Забить Значительно Больше У Команды Израиля Было Собственно Все что и было Забили Все что было Два Ну может быть Еще один Полуопасный Момент О составах Команды Наполнили Наша команда В белой форме Ворота Справа Вратарь Чанов Воронец Справа В первом тайме Действовал Капитан команды Демьяненко Анатолий Пятый номер Лево Шматоваленко Второй номер В центре играли Сидейба и Кузнецов Я Сидейба не вижу Во втором тайме Вместо него Вышел Хидиатурин По-моему Хидиатурин У которого На футболке Двенадцатый номер Сейчас посмотрю По-моему Еще одна замена Есть Ну я пока Буду вам называть Остав первого тайма А потом Будем Вносить коррективы Еще вышел Изагмантович Итак В первом тайме У нас играли Девятый номер В середине поля Средняя линия Яремчук Седьмой Михаличенко Восьмой Литовченко Шестой Рад И впереди Десятый процесс В одиннадцатый Шмаров Итак Сидейба Ушел Это точно Вместо него Хидиатурин В паре С Кузнецовым Кого уже Заменил Загмантович Сейчас посмотрим Михаличенко На месте Рад На месте Не вижу Яремчука Яремчука Нет Значит Вместо Яремчука Вышел Загмантович Если замены Сборной команды Израиля Пока не вижу Ох Мяч Недва Не летел В четку ворот Арбитр Из Бельгии Франц Ван Ден Вингард Показывает Где Был выбит Мяч Ну и напомню Что Два Его помощника Среди на линиях Эрик Лерой И Вилли Босс Тоже из Бельгии Сейчас будет выполнен Угловой удар И я Назову еще раз Состав сборной команды Израиля Спокойно Очень хорошо и спокойно Действует сегодня Шмуэль Геларди Вот с него-то я и начну Состав Назовать Израильской командой Справа В обороне Айтан Ахронис Шестой номер Слева И Вода Амар Номер два Центральные защитники Рой Хадат Номер четыре И Митим Барда Номер пять Полузащитники Ури Маринелян Восьмой номер Эфроин Доведи Номер три Капитан команды Моши Синай Седьмой номер И здесь же Сальбонин Хотя он иногда И выдвигался вперед Нир Левин Сальбонин Девятый номер Нир Левин И Нир Клингер Один Левин Клингер Десятый Играют Впереди Валерий Лобановский Главный тренер Нашей команды У сборной играли Напомню Два Главных Если хотите Тренера Исак Шневур И Яков Грундман Израильтяне Пошли вперед В общем Неспокойно Был у нас В центре обороны И ошибки допускались После чего И были забиты Два мяча Видимо И как следствие Появление Хидиатулина Хидиатулина Рядом Кузнецовом Еще раз Скажу Что поле Широкое Длинное Очень хороший Травяной газон Сейчас Уже вечер Около 20 градусов Тепла Так что Играть Одно Удовольствие Рад В сборной команде Израиля Не выступает Из-за травмы Вратарь Гинзбург Очень хороший Вратарь Выщущающий Вратарь Клуба Шотландского Глаз Горинвис Ну и еще Скажу Если вы не слышали Начало репортажа Что Отказались Выступать Сегодняшние матчи Розенталь Из Ливерпуля Аханы Из Микелена И Пиква Из Стандарта Потому что Они потребовали Страховки На этот матч Громадной Страховки По полтора миллиона Долларов Федерации Израиля Израильцяне Федерация Отказалась Выполнить Их требования И Вот зрители Бросали буквально Их Помидорами Яблоками Чем угодно Когда они появились На стадионе В цивильных костюмах И им пришлось Покинуть В перерыве Смотрел Шла запись Израильского Телевидения Эти три Игрока Оправдывались Объясняли Но Публика Здесь Этого Не восприняло Патриотизм Бездественница В всех странах В первую очередь И пока игра Проходит спокойно Вообще Должен сказать Что Исключительно Теплое отношение Со стороны Местной публики Болельщиков Наши команды Наши команды Испытывают Ну не секрет Что здесь Тысячи Бывших наших Соотечественников Здесь тепло Приветствуют Не только Футболистов Любых Наших артистов Писателей И надо сказать Что впервые В этом году День Победы Праздновался Здесь в Израиле Не только Общественность Но и Государство И характерно Что на главной Церемонии Поступал президент Страны Венки Собственно Сюжет об этом Показывался В программе Время И мне подходили Болельщики Говорили Что смотрят Многие наши Программы Сегодня Тысячи участников Войны Инвалиды Ветераны В дослуживах Красной Советской армии Бывшие ульщики Концлагерей Которые Не могли попасть В этот билет И не достали И Лет в футбол И потому что Просто не могут попасть На футбол Они сегодня Будут смотреть Первую программу Советского Телевидения С особым Вниманием Футбол Встречи Между спортсменами Советского Союза И Израиля Волнуют Все Сыграно Шесть минут Во втором тайме Ничья 2-2 И Мячом Вновь Вратарь Геларди Шестой номер Это Охроний Десятый Клингер Тот Память Матч Который Оставился В 56 Годов Который Я говорил Никит Павлович Тимолян Несколько Эпизодов Рассказал Во время В той игре Во-первых Была жараденькая Во-вторых Матч Это был официальный И Победа Далась Большим Трудом Двитком Набитый Стадион Жара Вокруг Поля Вот сейчас Нет А тогда Были Полицейские С собаками И вот Когда однажды Мяч Выкатился За пределы Поля За поковырение Анатолий Исаев Побежал За мячом Простите Сборная Сера Атакует Может быть Анатолий Исаев Сейчас слышит Побежал За мячом А там Стояла Собака Собака Схватила Мяч И вот Исаев Не вступил В борьбу С собакой И Ждал Пока Полицейские Отберут Тот самый Мяч У ветеранов Всегда есть Что вспомнить Футбол Ведь не только Мячи Забитые Пропущенные Это Встречи Это Дружба Взаимопонимание Между Футболистами Благодаря футболу Люди Встречаются Разных стран Разных континентов И порой Футбольные Спортивные Встречи Делают Для сближения Для дружбы Народов На мой взгляд Больше чем Какие-то Дипломатические Контакты Но вернемся К игре Сборная Команда Советского Союза Играет Так же Легко И весело Как в начале Первого тайма Но опасности Меньше Стало У ворот Геларби Загмонтович Средней линией Действует А Литовченко Занял место Справа Ну вот Билли Протасов Арбитр Показывает Что не было Нарушений Может быть и не было Педиатурин Сейчас выдвинется Вперед Я разговаривал С Фагизом Он приехал из Франции Команда Тулуза Где он выступает Заняла Восьмое место Пока тренеры И врачи Не очень довольны Физическим состоянием И Федя Туллина И Загмонтович Которые вышли На замену И Видимо И тому и другому Предстоит Поработать Для того чтобы Попасть Не надо Чтобы закрепиться В составе И попасть На Семерный Виталию Третий номер Это полузащитник Эфраем Доведи Ему 31 год Семерный 30 матч Проводит Сейчас В стадионе Потише Стало Начнет Верхний Угол Ворот Но Не сильно Таким Парашютом Опускался В ворота И Вот удара Протасова Вратарь Поймал В составе Сборной Израиля Я говорил Есть ветераны Такие как Барда 5-й номер 34 года Меремеляна 30 лет Дэвиди 31 Но есть и молодые Банину 19 Хададу 20 лет И они сегодня Такой другой Проводят Первые матчи И замена Замена Сборной Команде Израиля Выходит Какой же номер 13 Это Алан Хасан Хасан 22 года 23-й матч Он из команды Китахтыква А заменил он Выступавшего Под 10 номер Нира Клингера Первая замена В составе Сборной Израиля 8-й номер Маламилян Отличная передача И удар Поворот И опять Обратите внимание Опять Защитники Дают Спокойную Бить Опять Из центральной Самая опасная Зона Зона Перед Воротами У нас Она Сегодня Очень плохо Защищена Обратите внимание Если бы Удар был Поточнее Мяч Мог Улететь Свободный Дальний Верхний Угол Поворот Да Бил Нир Левин Протасов Пока Разыскивал Где мяч У него Отобрали Выбили У него Не получал Но это Михаличенко Ведет Борьбу И неудачную Борьбу Сина Ну вот Это уже Просто Грубо Ну просит Арбитер Помнить Игроков Что Матч Товарищ И Побережье В общем Как Пролетел Мимо Как ветер Хедиатуре Мимо Сина Но по дороге Все-таки Зацепил Капитана Израильской Сборной Конечно же Штрафной 12-й минута Второго тайма В матче Сборных Израиля Телесского Теза Ничья 2-2 Неплохо Разыгранная Комбинация Закончилась Правда На поступах К квартарской Площадке Мяч Был Отбит Хедиатурин Василира Защитники Сборной Команды Израиль Едва Не помешали Трук-трук А сейчас Загман Тойч На месте Центрального Нападающего Справа На атакующей Передней линии Находится Шмаров Слева Протасов Чуть-чуть Сзади Загман Тойч Ну Может быть И задание Он получил Вот Усилить Мощь Атак И собственными Подключениями И ударами Поворотом Хедиатурин Пока не торопливо Наша команда Действует Шмаров можно бить пас назад вот не ожидал от него не ожидал от него протасов такой хорошей передачи не пошел цвет уж марок мог бы и сам ударом завершить атаку шмаров на поле страды площадку и опять опять мяч партнеру не попадает но тут было не просто сделать точную передачу соперников много было а из партнеров я дамы улицовченко и дятулин шмаров путь воротам открыт что делать передача простую протасов ну что ж эта комбинация хороша за исключением удара под мяч высокобол а может быть и протасов и совсем рассчитал выход к мячу ударил лбом хорошо воротов не попал сегодня можно проводить по три замены так что возможно мы еще увидим новых игроков ну и напомню что в резерве у сбора остались харин и фоткин а у команды израиля еще пять футболистов чем есть из кого выбирать 15 минут второго тайма позади по-прежнему 2 2 загман то есть раз загман то есть хорошо украсил мяч и сделал точную передачу протасов протасов обманул своих чужих потом снова своих и мяч оказался у футболистов в синей форме начинаете вперед футболист который умеет многое в футболе и дятулин второй раз положил его на траву по-моему вторая замена в команде израиля 12 номера это дебютант команды рафаэль кохен ему 25 лет рафаэль коэн коэн вот так вот а заменил он кого а заменил он игравшим под 11 номером мира левина футболиста бельгийского клуба генп то сама который забил второй мяч еще удары далеко неожиданно выпускает выпускает мяч чанов то просто чудеса какие-то сегодня у нас в обороне ошибка за ошибкой вот смотрите стенки нет никто не мешает все видно удар приличный безусловно и едва вот мяч не угодил все-таки ворот угловой удар я уже давно не видел чтобы столько ошибок наши футболисты совершали в обороне итак сразу трибуны колыкнулись обсуждение безусловно идет мы смотрим что происходит штрафной вратарской площадке угловой удар левого фланга и опять и опять чанов ошибается на выходе удар от ворот ну в общем начать такая ситуация по крайней мере на мой взгляд что за то что и тренеры также считают вратаря номер один практически нет как играет доставит никто не знает он приедет ну вот и остальные все примерно одного класса чанов харин ну и хорошо играющий сейчас вратарь московского динамо лара так что задачи задачи перед тренерами непростая кого же выбрать кого же ставить ворота на чемпионате мира там вот таких ошибок сегодня допускают защитники и вратарь безусловно нельзя там хотя ошибки если хотите выражать языком крупных событий там могут быть роковыми просто итак 19-го сыграна втором тайме по-прежнему 2-2 рафаэль коэн 12-й номер это самый последний момент он заявлен команду мы товарим ты кузнецов ну вот такая ошибка коэн кинай по начинай ну что очень хорошее взаимодействие мягкие передачи продвижение вперед немного и приходится нашим футболистам что называется извините за 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 слово пластаться футболистам может не совсем он звучит и благозвучный но тем не менее пришлось в борьбе за мяч падать в ноги одному и другому и опять мы видели хороший дальний удар мяч перехвачен и может быть атака демьяненко наших маловато было штрафной площадке фратасов и причем задержался или топченко тоже не успел 0 миллион передержал мяч безусловно и арбитр поднял флажок показывает что вне игры было но вне игры то не было ну арбитр понял это опустил флажок ну уже сегодня по моему наша команда по моему завершила лимит ошибок уже достаточно было оплошности у наших ворот Кузнецов Загбантович Кузнецов Федиатулин Хочу обратить внимание наиболее горячих поклонников нашей команды не торопитесь пока еще действительно не все в порядке у нашей команды но не торопитесь обличать и уже готовы рецепты предлагать еще до начала чемпионата мира достаточно много времени гол mill Да комбинация была хорошей красиво ну смотрим еще раз Вот тот самый Пани, на котором я говорил в первом тайме Тот самый, который первый матч проводит Тот самый, которому 19 лет Сумел обыграть наших опытных защитников Наших опытного вратаря И вонзил мяч в четку вороты Так 3-2 Я не беру своих слов обратно О том, что не торопитесь с выводами Безусловно, 3 мяча наша команда не имеет права так пропускать Но, тем не менее, все еще впереди И я думаю, что игра и в обороне, и в других линиях будет налажена Просто вот сегодня Как, впрочем, у следующих двух игр Тридеры наглядно убедятся Какие у них проблемы и над чем нужно работать Ну и, конечно, нужно делать все Показывать волю, характер для того, чтобы спасти эту игру Не просто отыграться, но, может быть, и выиграть Такие ситуации должны проигрываться Проигрываться, репетироваться Они, такие ситуации могут встречаться и на чемпионате мира Тридеры, помните Алан Хасан, вот он сейчас с мячом Вышел на замену Итак, 3-2 Два сборная Израиля выиграют у советской команды за 16 Нет, простите 70-я минута этот матч Еще 21 минута Еще играть Больше 20 минут, в общем, в сегодняшнем матче Михаличенко Раз Загмантович Фидиатуллин Михаличенко Раз Ротарь погорячился, вышел вперед Удара-то мы не увидели Ну и еще раз Вот сегодняшний матч показывает Что соперник-то выбран-то неплохой Соперник, который умеет играть в футбол Малмелян Литовченко За руку его задерживают Задержали Литовченко за руку Безусловно, но арбитр не дал свистка Дав возможность Литовченко выйти к воротам И завершить атаку удара Главой удар Вот какое Такое оживление на скамейке Тренеров и запасных игроков сборной Израиля А вот теперь дальний удар мог бы быть Шматоваренко, мне тоже трудно Демьяненко Аплодисменты 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 Вратарь Шмойль Геларди Сегодня Играет уверенно У него почти ошибок не было Из глубины поля Смета центрального Защитника Протасов Совершил рывок Отправил мяч Матоваленко Но у того чисто отобрали мяч Два тренера Я говорил, что два тренера И оба главные И оба готовы выйти на поле И помочь Конечно Шутка ли сказать Сборная Израиля Выигрывает 3-2 У команды Советского Союза Наверное, кто-то скажет Вот Румынская команда Выиграла 4-1 Ну, во-первых Румынская команда Играла Совсем другая сборная Ни одного Иностранца Не было В составе сборной Израиля И много было Новичков Молодых футболистов Игрет нашей сборной Очень серьезно Готовились Ну и Судя по всему Подготовились неплохо Израильские футболисты И, конечно Они сегодня Порадовали Своих поклонников Шматоваренко Шмаров Нет Мяч не попал Литовщенко Шмаров Очень старается И вот Валерий Лобановский И Сергей Фокин ТСК Вот Где Фокин Может сыграть Ну Играл он И на месте Крайнего защитника Ну, то, что он Сентральной защите Хорошо все знают Падает Литов Падает Михаличенко Я думаю Судья мог бы Назначить фенальти Мог бы назначить 11-метровый удар Зацепили ногу Михаличенко И Еще и вот С рукой Случилось Упал Неудачно на руку Итак, замена Давайте смотрим Что там было Придержали Его Придержали Безусловно Итак, Фокин Вместо кого Видимо, планы Были одни Ну, а если Сейчас еще И Михаличенко Не сможет Продолжать Может быть Сейчас пока Не торопится С заменой Вот Мосягин Сергей Мосягин Минстреминов Об этом и говорит Никита Никита Симоньян Юрий Морозов И Валерий Лобановский Хотели менять Василия Раса Ну, а то, что я говорил Про Шмарова Шмарова Сегодня действует Энергично В общем-то Старается Ну Пока Хорошего общего языка Он Видимо Не находит Ну, пока еще Граками Киевского Динамо Саверий Мышалов Доктор нашей команды Вот Уводит Под аплодисменты Михаличенко Михаличенко Неудачно упал на руку Так что Расу придется Доигрывать До конца Вместо него Выходит Выходит Фокер Ну и какие-нибудь Перестановки Фокер В центре обороны Наверное Займет место А Демьяненко Налево Пойдет Нет Демьяненко Слева Видимо Будет играть Я думаю Нет Демьяненко В линию полузащиты Наверное Переходит А справа Будет действовать На месте правого Защитника Вот Сергей Хокин В сторону Сутболки 12 номер Вот которому Предстоит Сразу же Вступить в борьбу Нет Иначе К нему не попал Литовщенко Хасан Педеатолем Какие оплотности Мы с вами Заветили Уважаемые Селезрители Ну в обороне Центральные защитники Не успевали Страховать Крайне 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 Центральные На этом широком поле Часто защитники Выстраивались В одну линию Так что Какой-то беспорядок В обороне То что Чанок ошибался Мы видели Не всегда Полузащитники Помогали Обороне И не всегда Они активны Были в передней линии Ударов Сегодня Дальних Было немного Хотя Литовщенко Показал Хороший пример Как нужно Заливать Мяч Дальним ударом Стал сыграть 3-2 Сборная Израиля Выигрывает У сборной Советского Союза Красиво сыграл Шмаров Но мяч Не попал В партнеру Шмаров Нет Мяч Не проскочил Между ног Соперником Раз Мяч Один Удар Несильный Удар И мяч У вратаря Шмуэля Геларди Демьяненко Демьяненко Брошен на усиление Атаки В третью линию Но он не прочий Поиграть В чужой штатской площадке Толчок Толчок в спину Это президент Израиля Герцог Сегодня приветствовал Перед началом Футболистов Бокин Бокин Пошел вперед И видимо Получил задание Не только играть В обороне Но и усилить Атаку Подключение Вот Бокин Потихонечку идет Близко никого Нет Длинная передача Увы Партнера не нашла Мяч не нашел 13 минут До конца встречи 3-2 Сборная Израиля Выигрывает В Тель-Авиве В населении Арамат Ган У сборной команды Советского Союза Третья в истории Встреча Сборных этих стран И Впервые Сборная команды Израиля Может победить Нашу команду По крайней мере Возможности Здесь Аби Выигрывает Один мяч За 12 с половиной До конца Матча Амар Спас головой Доведи Эфраин Доведи Третий номер Он перебрасывал мяч Подальше В трассную площадку Ну и мне казалось Еще в первом тайме Что наша команда Имеет превосходство Пис подготовки В ответ По втором тайме Этого незаметно И кажется Что Многим Или хотя бы Отдельным игрокам Не хватает Нашим игрокам Не хватает силы Для того чтобы Полную По-настоящему Довести игру До конца Ну что Остается только Чанову Еще пойти вперед Попытаться Отыграться Раз Сидиатолин Кузнецов Демьяненко Очень хорошо Не знаю Обратили внимание Позиционно Обороняются Футболисты Израиля Крайне редко Мы видим В нашем чемпионате Что вот так Оборонялись Перегутся Не игроков Конкретных А зоны Опасные зоны И как хорошо Играют на перехвате Ну а когда Мяч Конечно Раз и площадь Тут же Комбинированная Оборона И игроков Конкретных Прикрывают Но Еще раз Обращаю внимание Это безусловно Достоинство Игры Сборы Команды Израиля Хорошая игра Хороший метод Показали они Зональный метод Обороны Это вот тот самый Бонни Гилл Сборг О котором Я вам говорю Вратарь клуба Глазго Рейнджер Который сейчас Пользуется Очень хорошей Репутацией В Европе И вот тот самый Который в матчах Решающих матчах Командой Колумбии Пропустил всего Один Один мяч Один мяч Он К сожалению Тразмировал К сожалению Об этом Многие Но Как показала Жизнь Шмейль Геларди Заменивший Его Сыграл Неплохо Штатный удар 17 метров До Поворот И у нашей Команды Прявляется Возможность Отыграть Мяч Чуть 17 Буквально Меньше Десяти минут Еще играть Орбитер Пошел Отберять 9 метров Ну пока Стена И Еще кто-то Использует Израиля Мешают Уполнению Удара Ну Сейчас Так бывает Страивается Стенка Ну что Кто будет Гидж Шмаров Шмаров Совсем Недавно Еще раз Показал Как он Умеет Убить Направляем Мяч Немной Стенки Ну Вратарю Помогает Защитник Ставший В угол Ворот Нет Бил Сидиатурин Кстати Здесь Израильское Телевидение Показывал Фрагменты Матчей И Динамо Киев Локомотив Финальный Кубковый Матч И Динамо Киев Спартак Кстати Здесь Все Очень Хорошо Знают Какое Положение В нашем Футболе Здесь Поклонники Кто Лидирует Кто Сколько Забил Много Записывается Матч Не только Футбольных У меня Удивили Один Поклонник У меня Уверял Что Около 40 Хоккейных Матч Записываются Интересуется И Хоккейным Событиями Чемпионата Мира Чемпионата Страны Борьба Продолжается 8-7 минут Еще играть Команду Сумеет ли Наши Отыграться Вот Такого Подъема Который Был У нашей Команды После Пропущенных Мячей В первом тайме Во втором Я не увидел Пропустив Третий Мяч Наша Команда Какой-то Активность Не продемонстрировала Может быть В оставшиеся Минуты Что-то Можно будет Сделать Кидиатурин Зимьяненко И за боковой мяч Будет водиться Это Фокин Сейчас там Орудовал По углового флажка Шумаров Хорошо Согнал Шумаров Атака продолжается Ну Передача должна быть Передача не последовала Кидиатурин Дальний удар Не сильный удар И Мяч К сожалению Дина с вами Для Шумарова Который побежал На забивание От вруча Не отскочил 3-2 Ну и Я вам напомню Кто забивал Мячи До перерыва Мальмелян Литовщенко Левин Михаличенко И во втором тайме Тальбанин Забил один мяч И вот Благодаря его Этому Болу Сборный Израиля Выигрывает 84-я минута Заканчивается матчем Советский футболист Атакует Длинная передача Вратарь выходит вперед И ловит Ловит Я все жду Когда же он ошибется Когда же он выпустен мяч Или Промахнется Нет Чувствую Так мы этого и не дождемся Эпизода Наша команда К сожалению Не показала Вот такой цельной Игры Одни В отдельных эпизодах Была неплохая Комбинационная игра Сырна Первые 15 минут Но были и спады Когда Футболисты действовали Не очень активно Рукой сыграл Литовщин Сейчас получит Предупреждение Тоже Такая детская шалость Вроде Товарищская игра Можно Рукой Сыграть Адак Ну вот Арбитер Приглашает На Разговор Циататет Нет Карточки не показал Но надо помнить Что В официальных матчах Ее не избежать В такой ситуации Меньше 5 минут Осталось Сыграть командам 3-2 В пользу сборную Израиля Толчок был Берем Кузнецов Не точный пас И здесь Только футболисты В белой форме Еремчук Поле Максимальных размеров И Команде Которая Хорошо подготовлена Физически Которая Футболисты Которые Могут Быстро Бегать Компинировать Одно удовольствие Здесь играть Удар Кузнецова Издалека И аплодисменты Зрители Вот даже Здесь Это кто Находится Операторы Техники Кабина На самом верху Они аплодируют В 56-м году Когда наша команда Играла Сборочный матч Играл Никита Павел Симонян И в московском Матче Он забил Два мяча Ну а Один из тренеров Исак Шнеур Был капитаном Сборной Израиля Опять же В 56-м Году Протас Шмаров Просит передачи Еленчук Получает И вы слышите Аплодисменты Ну уже такое впечатление Что Наша команда Играет Как у себя Доба Здесь очень Поддерживают Зрители Футболисты Вообще Внимание К нашей команде Громадное В газетах По телевидению По радио Характерические Игрокам Все Здесь хорошо знают Наших игроков На тренировку Вчера пришло Очень много Людей Перед началом Игры Был такое Торжественное Мероприятие Здесь Песни Перевручали Кубки И президент Государства Израиль Хаим Герцог Приветствовал Игроков Обеих Команд Пожаловал В руки Пожелал Успеха Но пока Мы видим Как осторожно Как робко Действуют Действуют Нападающие Сборной команды Израиля И вы знаете Вот до сих пор До сих пор Не успокаиваются Зрители на трибунах И Несмотря на эти Объяснения Почему Розенталь Ахан И они Ничего Зрители не принимают И они Вынуждены Если бы эти игроки Были вынуждены Покинуть стадион Под свист Публики А простите Атакует Сборная команда Израиля Седьмой номер Это лучший Игрок команды Моши Синай 29 лет 46 Матчей он провел Играет В ней И худо Вот тот Самый Команды Которая Совсем Уже Без пяти минут Чемпион Четыре очка Она впереди Команды Внимающих Второе место И Правда За победу Те три очка Осталось Два тура До конца Два тура До конца Здравствуйте Товарищи Советское телевидение Начинает репортаж Из Израиля Здесь В Стадионе Ромат Ган Через несколько минут начнется товарищеский футбольный матч между сборными командами Израиля и Советского Союза. Это одна из последних контрольных встреч нашей команды перед чемпионатом мира в Италии. А на уровне сборных просто последняя игра. Ну и надо отметить, что это первая спортивная трансляция из Израиля. На уровне сборных сегодняшние соперники встречались лишь два, что выиграли. И 2-1 с большим трудом наша команда победила в Тель-Авиве. Ну и вот очередная встреча. Давайте знакомиться с составами команд. Сборная команда Советского Союза в белой форме. Ворота слева. Виктор Чанов, вратарь Киевская Динамо. Сергей Шматоваленко, номер 2, Киевская Динамо. Ахрик Свейба, номер 3, Киевская Динамо. Сергей Кузнецов, четвертый номер, Киевская Динамо. Анатолий Демьяненко, капитан команды, Киевская Динамо. Василий Рац, номер 6, Киевская Динамо. Алексей Михаличенко, номер 7, Динамо Киев. Геннадий Лисовченко, номер 8, Динамо Киев. Иван Юринчук, номер 9, Динамо Киев. Олег Протасов, номер 10, Динамо Киев. Извините за некоторое однообразие, но, как говорится, слов из песни не выкинешь. 10 киевлян сегодня. 11-й Валерий Шмаров, Фартак, Москва. Вот такой сегодня состав у нашей сборной. Валерий Лобановский, главный тренер нашей команды. Начальник команды Никита Симонянов. Его помощники Юрий Морозов и Сергей Мосягин. Сборная команда Израиля. В синей форме. Ворота справа. Есть некоторые шумные стадионы, которые 50 тысяч. Я объясню чуть позже, чем недовольны зрители. Довольно любопытная ситуация. Итак, сборная команда Израиля. Вратарь Шмуэль Геларди, клуб Апоэль Рамадган. Второй номер Игуда Амар, тоже клуб Апоэль Рамадган. Третий номер Эфраим Давиди Апоэль Бирсива. Четвертый номер Рой Хадад, клуб Бне Игуда. Тот самый клуб, который сейчас близок к чемпионскому званию. Он лидирует. Пятый номер Нисим Барда. Шемшон Телевизь клуб. Шестой номер Этон Ахрани. Апоэль Кварсаба. Ури Молмелян, ветеран команды Маккаби Телевизь. Восьмой номер. Простите, восьмой номер. Седьмой номер, капитан команды Моша Синай. Лучший игрок нынешнего года в Нейхуда. Тальбанин, Маккаби Хайфа. Девятый номер. Десятый номер. Нин Нирклингер, Маккаби Хайфа. И один номер Ней Левин. Он играет в бельгийском клубе Ген. Два тренера у сборной команды Израиля. Так и говорят, два тренера. Нет главного, оба главные. Исак Шнеур и Яков Грундман. Ну, а теперь несколько слов по поводу того шума, который на стадионе. И который уже длится минут 10 или 15. Дело в том, что... В составе команды сегодня не вышли на поле три лучших футболиста сборной Израиля. Выступающих за рубежом. Розенталь, он в Ливерпуле играет. Ахана выступает. Мы хорошо знаем, видели его и у нас в стране. Он выступает в бельгийском Михелени. И еще один бельгийский, который играет за клуб Стандарт Леш. Шалом Пиква. Вот они были в составе и не вышли. Дело в том, что каждый из этих игроков меняет зарубежные клубы. И пока вот они находятся, как говорится, без страховки. Старые клубы их не страхуют, а новые они еще не перешли. И они потребовали от Израильской Федерации страховки каждые примерно полтора миллиона долларов. Федерация отказала, они отказались выйти на поле. И здесь их перед началом игры забросали помидорами, яблоками. В общем, резко отрицательное отношение к этим игрокам. Ну, а показали себя они не патриотами. Ну, как говорится, публике это не объяснишь. Они, в общем-то, стараются поберечь свои ноги. Ну, а теперь все внимание на матч. Великолепное поле. Великолепное поле. Отличный газон. Ну, и то, что в составе нашей команды столько игроков киевского Динамо, это не случайно. Ну, во-первых, киевляне сейчас очень хорошие в форме многие. Ну, и не удалось нашим тренерам всех собрать. Не смогли приехать пока еще ни Заваров, ни Олейников, ни Досаев. Ну, и более молодые товарищи выступали сейчас в матчах чемпионата страны. И подъедут на матчи, которые будут в ПРГ через несколько дней и Лужный, и Шалимов, и Савичев, и Уваров. В общем, проходит проверка игроков, проходит обкатка игроков. Пока игра началась в покое. Это 23-25 градусов сейчас примерно в Тель-Авиве. Я вам не назвал арбитра. Судьи из Бельгии. Нефранк Ван Ден Вингерт, Эрик Вляро и Вилли Вос Херт. Вся бригада из Бельгии. Итак, 0-0 в матче, товарищеском матче сборных команд Советского Союза и Израиля. Литовченко. Сегодня два футболиста, которые проводят, не дебютируют, а проводят старые матчи в своей истории, в истории сборных команд Советского Союза, сборной команды. Левый защитник Шматоваленко, он один матч провел со сборной ПРГ. И Валерий Шмаров, он играл со сборной Польши. Так сборная команда СССР атакует. Протасов делает передачу в стартную площадку. Ну и еще, надо сказать, не играет очень хороший вратарь сборной Израиля Гинзбург. Простите, Демьяненко, отличная передача, Шмаров падает. Вратарь Бонни Гинзбург, он из клуба Глазго Рейнджет, он просто травмирован. Так что в составе команды Израиля есть игроки, которые играют из Европы. Я вот их назвал. К сожалению, вот не вышли лучшие из них. Кузнецов. Свеева провел несколько матчей, ну и сегодня, конечно, волнует тренеров наших. Как Свеева будет взаимодействовать и с Кузнецовым. И надо сказать, что команда Израиля едва не попала в финальную часть чемпионата мира. Победив в группе стран Океане, играла два матча в пиковых с командой Колумбии. 0-1 проиграла в Колумбии и 0-0 вот здесь, на этом стадионе Тель-Авии. Десятый номер это Нирклингер, 24 года, он 32-й матч проводит. Вообще в команде несколько ветеранов. Вот один из них, Ури Мальмелян, 33 года, он из Макаби. Давно он не играл в составе сборной. Но вот на игры с командами Советского Союза и Аргентины, это игра с 22-го, его пригласили, он провел 59-й сегодня матч и 60-й. И потом, как это, его красиво проводить из большого футбола. Четыре минуты позади. Пока 0-0. Ну, вы видите, наша команда старается играть широко. Это Иван Еремчук, он правый полузащитник, Василий Рад, лево. Так что опробуются различные модели игры. Задача такая, физическая подготовка игроков обязательно, потому что в Италии будет очень жарко. Вот жарче, чем здесь, конечно, и много будет зависеть от того, смогут ли выдержать все наши заявленные футболисты вот жару, который предстоит тоже преодолевать. Девятый номер стал Банин, молодой. Девятый номер, запомните, 19 лет, и он сегодня первый матч проводит. Наряду с опытами, вот есть и два молодых игрока. Это защитник Троя Хадат, четвертый номер 8, Банин, девятый. Наши, по-моему, быстро освоили здесь и неплохо комбинируют. Очередная атака. Ну, отдадим должное и вратарю, вратарю Геларди и нашему Валерию Шмару. Смело пошел на высокий мяч и боролся с вратарем. Постаривает руками, отбивал ночь. Давайте еще раз посмотрим хорошую атаку, которая началась на левом фланге. Шамотоваренко сделал передачу, и вот, правда, немножко страховался Шмаров, вытянув руку, ну, чтобы не столкнуться с вратарем. Валерий Шмаров. Второй матч сборной команды Советского Союза. Я спросил у него, как ты себя чувствуешь. Он говорит, один матч я играл за сборную Польши в прошлом сезоне. Кстати, этот матч мы не транслировали. Санкс играл неудачно. Хочется сегодня показать себя с лучшей стороны и попасть в сборную. Но нет сегодня еще и Черенкова с Родионовым. Спотаковские руководители попросили оставить их в команде, а команда поехала на товарищеские матчи в Южную Корею. Но их тренеров претензий нет. Мы знаем, как играют, сказал Лобановский, Морозов. Мы знаем, как играют Черенков и Родионов. Поэтому их проверять не нужно. А это Еремчук. Поле широкое, зеленое, хорошее, ровное. Играть одно удовольствие. В обороне у сборной Израиля шестой номер охране действует справа. А слева второй номер Амарный у нас. В общем-то, мы уже разобрались. Анатолий Демьяненко на месте правого защитника. А Сергей Шматоваленко второй номер. Вот здесь смело пошел вперед наш вратарь. Чанов заслужил аплодисменты зрителей. Из-под ноги Протасова мяч выбил. Рой Хадат тот самый дебютант, о котором я говорил. Дихо леченка.